Сейчас во всем мире уделяется большое внимание извлечению вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов. Эта деятельность в первую очередь преследует экологические цели. Совместный проект Евросоюза и программы развития ООН призван не просто материально поддержать работу по охране окружающей среды в Беларуси, но и на примере пилотных районов Мостовского и Кобринского, показать, что система, которая дает вторую жизнь мусору, реально работает. Мы только в рамках этого проекта разработали стратегию обращения с отходами в этих двух районах, которые затем были утверждены исполкомами местными. Мы создали техническую базу, включая контейнерное обеспечение для раздельного сбора отходов, затем с перевозком, саровозы, дозеры для полигонов, разработали проекты новых полигонов, соответствующих европейским стандартам. Дальше прессы, погрузчики и вот, наконец, линии сортировочные, которые позволят в значительной степени повысить потенциал этих районов в излечении вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов и, собственно говоря, нацелены на выполнение программы республиканской по излечению вторичных материальных ресурсов. Поэтому весьма результативный проект, мы его оцениваем высоко и организацию, и результативность. Ну и главное, что он несет еще и большую информационную составляющую, зеленые школы, там мы активно работаем вместе с специалистами проекта по обучению экологическим основам подрастающего поколения. И мы надеемся, что у нас осталось небольшие там еще работы по организационным делам. Готовятся предложения по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами и в других областях, о которых я раньше говорил, с тем, чтобы мы их рассмотрели в правительстве и в цепи удержания с законодательством европейского соединения. Год назад Кубринскому району была передана мусороуборочная техника и контейнеры для сбора отходов. Теперь же состоялась официальная передача Кубринскому ЖКХ оборудования, установленного на станции сортировки отходов. Если спросить у иностранцев, которые приезжают в Беларусь, какие впечатления, тогда я почти уверен, что все скажут, что у вас очень чисто. Ну вот, я вообще вижу, да? Чистота. Ну, конечно, один это чистота, другой вопрос это, а что потом? Да, хорошо, чтобы чистить, а потом надо что-нибудь делать с мусором, с этими отходами. И дело в том, что мы сейчас живем в общество, где нам удобно, где больше употребляем продукты, мы все любим красивые упаковки, и, конечно, намного больше мусора стало. И, конечно, надо тоже с этим что-то делать, потому что все равно это влияет на окружающие среди. Поэтому для Евросоюза окружающая среда это очень важно, и поэтому это одна из наших приоритетов в плане сотрудничества с Республикой Беларусь. Благодаря вот этому проекту мы сегодня с большой долей вероятности можем сказать, что на Коплинской земле, если каждый из нас в том числе правильно поймет, вот к чему вложены такие серьезнейшие ресурсы, и приложится, и мы будем идти эту бутылочку в правильный бочок бросать, и макулатуру туда, куда надо, и другие составляющие. Все это отрегулируем, и все это еще доведем через школы, через трудовых коллективов, сосед соседу друг к другу, и в Кобрине схватим вот эту интересную, достойную, правильную тему. На самом деле Кобрин у нас прекрасный город, все его сегодня радуются вместе с нами за этот прекрасный город и будет еще лучше. Оборудование, установленное на станции сортировки, уже работает и доказывает свою эффективность. Более того, как отметил директор Кобринского ЖКХ Сергей Елец, сортировка отходов оказалась делом выгодным, пускай и не в тех масштабах, как хотелось бы. Тем не менее, контейнеры уже расставлены в городе и районе, и количество сортированных отходов свидетельствует о том, что местное население постепенно приучается выбрасывать стекло, пластик и бумагу раздельно. Оказались востребованными и 12-кубовые контейнеры для смешанных коммунальных отходов, ведь теперь людям не нужно приспосабливаться к графику мусоровоза. Смешанные отходы после сбора отправляются на полигон, а то, что попадает в контейнеры для раздельного сбора, свозится на станцию сортировки, где уже запущена линия нового оборудования. Чтобы не откручивать вручную пробки, каждая пластиковая бутылка проходит через перфоратор, где она прорезывается. На следующем этапе бутылки попадают в пресс, усиление прессования которого составляет 50 тонн. Затем спрессованные в тюки пэт-бутылки ждут отправки на перерабатывающие предприятия. Кроме того, в этом году было закуплено дополнительно 4 новых мусоровоза. Кстати, за рулем одного из них трудится женщина. Общий бюджет проекта на закупку оборудования и техники для Кубринского ЖКХ составляет 858 600 евро. А это солидные инвестиции от Евросоюза и программы развития ООН. Продолжение следует...